Оказавшись в приюте Фултон Каунти Шелтер в Атланте, США, эта скромная и перепуганная собака уткнулась носом в угол вольера, не обращая внимания на окружающий шум. После двух лет жизни на улицах, условия приюта оказались для Айрис и ее беременной сестры невыносимыми. Помимо прочего, у собачки обнаружили сердечного червя, из-за чего она совсем не ела. Странное поведение запуганной Айрис сразу привлекло внимание одной из волонтерш. Девушка была обеспокоена состоянием собаки и опубликовала ее фото на страничке приюта. К счастью, пост заметили сотрудники местного спасательного центра. Беременную сестру сразу забрали на передержку, а с Айрис было сложнее. Для нее долго искали опекунов. И, наконец, бедную собачку увидела Лин Рокки, бывший ветеринарный работник. Женщина и ее супруг были готовы помочь Айрис преодолеть этот сложный период и восстановить ее здоровье. Правда, оказавшись дома у заботливых опекунов, Айрис по привычке уткнулась в угол, на этот раз с комфортабельной клетки, купленной для нее. Она провела так всю ночь, не двигаясь. Только через два дня в новом доме, Айрис начала понемногу вылезать из клетки, чтобы обнюхать все вокруг. У нее немного проснулся аппетит и она начала есть из миски, что не могло не радовать опекуншу. Лин старалась проводить больше времени рядом с собакой, работала рядом, общалась с ней, пытаясь найти контакт. Во многом собачке помогла домашняя питомица-опекунши, золотистый ретривер по кличке Летти. Добрая Летти показала новой сестренке, что этим людям можно доверять. По сравнению с той забитой собакой, которую забрала опекунша, Айрис уже сделала большой прогресс. Эта собачка просто не знает, что это такое быть питомцем, но ее опекунша делает все, чтобы научить Айрис доверять и быть любимой. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтоб не пропустить интересную историю. Субтитры сделал DimaTorzok